Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого И в неочередной выпуск «Мнение дилетанта» Хотя это не совсем такое дилетантское мнение будет Потому что очень много сегодня было у меня комментариев и на стриме И комментариев к видео Типа, как я отношусь к тому, что произошло сегодня Я это записываю 25 марта в Минске Ну, вообще, у нас тут немножко время отстаёт То есть мы проснулись и узнали То есть ты просыпаешься и у тебя в ленте социальных сетей куча сообщений Там куча видео о том, что происходило И несмотря на то, что ты находишься так немножко далеко И в принципе ощущение, что это всё очень не про тебя Настроение испортилось Начну с самого начала То есть этот митинг был за отмену декрета от унеядства Так называемого То есть я видел, что многие россияне почему-то считают, что это какой-то новый Майдан Типа украинского Здесь намного всё прозаичнее И очень странно, что Александр Григорьевич эти протесты привёз себе сам, собственно То есть это не какие-то происки оппозиции, как он пытается это представить Пятая колонна и так далее Это конкретно Ну, опять начну сначала Примерно полтора года назад Александр Григорьевич, видимо, после консультации с умнейшими людьми Беларуси Решил провести такой декрет В общих чертах Чтобы каждый, кто не работает А не работает по декрету Это тот, кто в течение 180 дней И меньше, и больше 180 дней и больше не платил налоги в этом году Платил 180 долларов примерно В белорусских рублях примерно 180 долларов Такой налог на тунеядство Объясняется это тем, что Скорее всего, те самые неработающие Это кто в чёрную получает зарплату, мол Ну, предположим Но декрет оказался настолько непроработанным Что он затронул именно самые бедные слои В Беларуси, действительно И оказалось, что у нас очень много реально безработных Которые просто не хотят идти на биржу труда Потому что им там, скорее всего, предложат такую работу Ну, вы понимаете? Одно дело, ты не работаешь и вообще деньги не получаешь А другое дело, когда тебе приходится работать И ты получаешь такую зарплату, которой тебе не хватает на жизнь Потому что тебе на работу надо ещё добраться Тебе надо одежду купить какую-то, на которой на работу ходить Заплатить за талончики и прочее-прочее И несмотря на то, что идеологи белорусского государства Рассказывают, что у нас немерено рабочих мест А всякие тунеядцы не хотят там работать Это совершенно не так Я был часто свидетелем, например, когда Зимой у нас 10 человек дворников снег граблями ровняют И тут внезапно выходит декрет, который затрагивает именно электорат Александра Григорьевича Лукашенко И самые бедные слои населения И народ начинал... Вначале никто не выходил, просто все подумали, что это... Ну, это идиотизм, его отменят Но прошел год и начали приходить письма счастья, так называемые То есть тунеядцам, которые не заплатили налоги за год И таких писем пришло больше, чем 400 тысяч Представьте, население Беларуси меньше 9,5 миллионов Трудоспособного населения, которое реально работает, ну, сколько там... Меньше 5 миллионов И 400 тысяч пришло... То есть 10 процентов, считайте, как минимум у нас безработица получается Те самые тунеядцы Ну и народ как бы офигел Потому что денег у очень многих просто нету таких 180 долларов для страны, в которой средняя зарплата официальная 380 Это очень много И начали вот выходить на эти митинги за отмену декрета Посмотрев на митинги Сначала отложили выплату налога Ну, я еще уточню, что пришли многим письма Типа, например, солдат ушел служить родине Его посчитали тунеядцем Потому что в декрете ничего не сказано о том, что солдат Во время срочной службы не платит налог на тунеядство Он тунеядец, поприходили солдатам эти письма Поприходили женщинам в декрете Она ж тунеядка, блин, она ж не работает Ребенка воспитывает Ну, предположим, вот эти все косяки они там потом поправили Тем не менее, все равно очень много людей И сначала отложили на месяц оплату А теперь вот ощутите, насколько продуманное решение Они выплату этого налога перенесли на год Не отменили, что, ну, по-моему, было бы правильнее Но это одна из сторон решения проблемы Не сказали бы, нет, ребята, надо все равно оплатить То есть это другая решение Они его перенесли, то есть они вообще не решили проблему А если говорят, блин, что-то у нас сейчас проблема есть Давайте ее перенесем на год вперед И никого вообще это не устроило Это решение не устраивает никого абсолютно Я не знаю, я даже не могу себе представить логику Нашего правительства Что, по их мнению, должно было произойти после этого откладывания Народ такой сказал А, ну отложили на год, какой у нас мудрый правитель Все зашибись Давайте через год тогда на митинги будем выходить Или за год найдем себе работу Проблема в Беларуси, что нету работы Например, как вариант Разослали указивки по многим предприятиям Что вы обязаны принять Там вот, например, знакомый пишет Что у него предприятие 500 человек, где он работает Они уже работают 4 дня из 5 4 дня из 5 Им пришла указивка еще 200 рабочих мест найти По любасу Видимо, они, знаете, как выкрутятся? Они будут каждый по 2 дня работать теперь Но еще 200 человек наймут на работу Но они будут по 2 дня работать Вот это пускание пыль в глаза Что у нас куча рабочих мест Есть При этом Как Александр Григорьевич еще тушит Видимо, по его мнению, общественное мнение Он прямо называет тунеядцев преступниками Выступая по телевидению То есть он прям своему электорату говорит, что он говно Не Александр Григорьевич говно, а электорат говно Он на ровном месте, вот прям своими руками создает протест При этом он сам на протест не в состоянии реагировать Это человек, который никогда не меняет своих указов, убеждений Еще не было за все, сколько он уже правит, 23 года что ли Он еще не отменил ни одного своего указа То есть он даже этот не может отменить, он его перенес Поэтому он начинает выступать вот с этим мнением, что это пятая колонна раскачивает лодку Нет, Александр Григорьевич, это тот самый момент, когда вы сами сделали вот эту всю хрень просто на ровном месте Это очень надо было постараться Это оппозиция, наша беззубая оппозиция, которая действительно сидит на западных грантах И не в состоянии ничего кричать, кроме как луку на муку То есть не предлагает ничего, никаких альтернатив в принципе Просто радостно потирает ручки Но проблема для нашего правительства в том, что эти митинги организуют не оппозиция А обычные люди, там какие-то заводы, какие-то те же самые 50-летние женщины Самый главный электорат Александра Григорьевича И нету особых организаторов, это самые обычные люди Они не сидят на западных грантах Вот в чем проблема Как бы он не рассказывал про пятую колонну, которая раскачивает хрустальный сосуд Республики Беларусь И после этого выходят люди на улицу показать свое отношение к этому Вот знаете, когда ты находишься в Калифорнии, это все настолько дико выглядит Вот людям показывают Тут же тоже были митинги против победы Трампа То есть даже человек демократический, победив эти митинги, не разгонялись А тут конкретная проблема Люди пытаются показать свое отношение к этой проблеме А их разгоняют Это прямой путь просто к революции или к крови какой-то Я не верю, правда, что прямо уже будет революция в Беларуси Но то, что это может привести действительно к человеческим жертвам на ровном месте Это так То есть если государство показывает человеку, что оно к нему не прислушивается Ты можешь, типа, как угодно изгаляться У нас, кстати, много самоубийств было по поводу этого декрета от унеядства Людям Потому что есть много людей, которых уволили Ну, им до пенсии мало времени осталось, но их уволили То есть им реально нечем платить этот налог Ну, им там, может, дети помогали или еще что-то А тут им еще приходит эта бумажка Ты тунеядец Вот представьте, человек отработал, там, не знаю, 30 лет А ему сообщают, что он тунеядец Как это? Да, еще, ну, возраст пенсионный повысили Но я считаю, что это правильно, кстати Все-таки, ну, люди живут дольше, надо повышать, особенно женщину, кстати Но вот такое отношение И люди кончали жизнь самоубийственной в Беларуси Я вот не посмотрел, к сожалению, статистику Прямо интересно за 2016 год, насколько повысилось это дело Это много историй И тут не нужна никакая пропаганда Беларусь маленькая деревня такая, где все друг с другом общаются Все это обсуждают И рейтинг Александра Григорьевича сейчас явно очень низок Доверие к нему со стороны людей очень низкое Притом он продолжает по телевизору рассказывать Просто откровенно врать Рассказывать о том, какая у нас отличная работа есть в Беларуси Всех можно трудоустроить Там средняя зарплата чуть ли не по 500 долларов сейчас всем будет Вы понимаете, проблемы в экономике есть во многих странах Никто же... Вот если бы он просто... Ну да, проблемы в экономике, вот их решал Но когда он начинает перекладывать это на плечи обычных Самых-самых обычных людей Он даже не налог на богатство ввел А на тунеядство с людей, которые не работают Взять на ровном месте, поднять такую социальную бучу И называть этих людей преступниками Всячески их поносить Потом он тут выступал, заявлял... Поносить? Поносить, извините, я неправильно слово понос Ударение поставил Поносить Выступал, сказал, что все чиновники должны трудоустроить своих любовниц То есть по телевизору... Ну, я не очень понимаю, что у него, конечно, в голове То есть он может таким образом считать, что он ближе к народу становится Что, мол, вот у чиновников есть любовницы Я их тоже не люблю, как и вы их не любите Вот как он представляет Люди смотрят телевизор И воспринимают все его эти слова Очень много людей, которые даже нету неядцы, выходили на эти митинги Просто это показатель отношения власти к человеку И вот так создаются прецеденты революционного настроения Если власть не слышит мирный протест То начинается насилие То есть там уже... Я уже считал, что автозак у нас поджигали В Минске Это вот прекрасный пример Посмотрите на Беларусь Получается, что эскалация насилия Ничего, кроме насилия, не принесет в итоге Зачем делается вот это хватание людей на улицах? Ну, это культивирование страха То есть людям должно быть страшно выходить на улицу и противставать И, в принципе, это работает, если вы там политические какие-то требования выдвигаете То есть, ну, многие думают, нафига мне выходить действительно Я, может, лучше в другую страну уеду Или просто заткнусь Но тут этот налог касается людей, у которых просто нет выбора по-хорошему Вот в этом проблема для власть придержащих То есть, они лезут в карман К людям, которым больше нечего делать, как выйти, ну, в итоге на улицу Они там... Вообще были много картинок, когда Ну, этот декрет предполагает, что ты можешь доказать Что у тебя хреновые жизненные обстоятельства Там какая-то комиссия сидит во многих районах И есть много фотографий, где какие-то женщины плачут Представляете, вот вы приходите, вы должны еще кому-то доказывать, что у вас все плохо Чтобы вас последние не отобрали И это не какие-то бандиты А государство, за которое ты голосовал В Минске сегодня задерживали людей даже, которые не ходили на этот митинг У нас есть знакомый, которого задержали полдня, продержали в автозаке Он просидел Просто потому, что он где-то там недалеко шел по своим делам Более того, точно такой же Со мной было, когда я в 17 лет учился еще в политехе В День воли, тоже это 25 марта Ну, кто не знает, День воли Это провозглашение Белорусской Народной Республики в 1918 году Кстати, она была провозглашена в Смоленске Так что Смоленск наш Ну, некоторые упоротые белорусские националисты считают, что и Смоленск наш И Вильно наш, и Белосток наш Я удивлен, что они про Киев такой не говорят Ну, Великая Беларусь, знаете, там куча всего входит Так вот, вышел с несколькими друзьями из политеха Пошли в ЦУМ за Ватманом Выходя из Перехода, нас взяли Мы тоже провели полдня в каком-то ангаре В районе улицы Маяковской Там, кстати, его уже нет, там новые здания построили То есть это чисто для того, чтобы люди боялись выходить на улицы Протестовать вроде как А у людей, еще раз повторю, нет выбора Вот в этом и дело То есть, в принципе, декрет был направлен против тех, у кого есть деньги Они в черных получают Им действительно, возможно, выгодно этот налог на тунеядство заплатить Потому что 12% от прибыли намного больше, чем этот налог на тунеядство Но оказалось в итоге, что он работает против самых обычных людей, у которых нет денег Они выходят на улицы, возмущаются И сейчас вот вся мировая общественность Вот я сегодня с утра посмотрел просто маленький репортаж на Евроньюз Евроньюз, который славится своим очень мягким показыванием вот этих всяких Что в России происходит, что в Беларуси на самом деле И он очень мягко показал, что было Потому что мы потом по Фейсбукам и прочим посмотрели реально, что было И даже там на Евроньюз кажется, что какой-то трындец Там хреначат людей палками Просто вот идет мужик, его там хватают Куда-то тащат Это, ну, в 2017 году это выглядит просто все дико, очень И ведет к тому, что может быть в Сирии Ну, слава богу, это не про Беларусь, я думаю Но к эскалации насилия это точно приведет Вот как Янукович в Украине Проблемы с евроинтеграцией Мне кажется, ему достаточно было референдум провести Я уверен, что большинство было бы против этой евроинтеграции в Украине Ну, может там где-то поровну, но могло Нет, он выбрал силовой метод И народ восстал Но это, знаете, еще Украина такая Они там по любому поводу восстают А здесь человек деньги у народа пытается забрать Причем по мнению того же самого народа Совершенно несправедливо Совершенно несправедливо И при этом, когда народ возмущается Он его затыкает Такие типично средневековые монархические замашки Я не знаю, кто у него Советники Ему вообще объясняют Как это может аукнуться Вот эти действия Но гордость отменить декрет Не позволяет И он втирает в уши, что это Все еще на западные деньги Пятая колонна Так блин, может на западные деньги И налог на тунеядство все выплатят Чтобы ему насолить Каким образом Ужасно вот видеть эти кадры То, что в Минске происходило Кто-нибудь вообще считает, что это правильно Что это нормально Что это пятая колонна Лонно как-то выступает Просто проблемы с экономикой Просто нужны деньги А тех, кто возмущается Дубинкой по голове Надеюсь, я смог донести свою мысль На этом закончу Мы тут уже упрели В пробке Правда, если я закончу срок Пробка не закончится же Вы видели и слышали Лешу Халецкого Всем пока